Следующий ролик называется «Почему христианство и теория эволюции несовместимы?» Я считаю, что они совместимы. Я нередко критикую младоземельный кореационизм, по которому Бог... Это бывший проповедник. ...создал сущие около 6 тысяч лет назад и противопоставляю библейское сотворение теории эволюции. Это актуально сейчас до сих пор, да? Серьезно? Нередко мне пишут, что противопоставление искусственно. Одно с другим совмещается без конфликта. Есть такой взгляд. Называется «теистический эволюционизм» или «эволюционный креационизм». Делится на разновидности. По одной из них Бог задал физические законы, что привело к возникновению жизни и постепенному появлению человека без прямого участия Творца. По другой версии Господь изредка вмешивался, дав начало жизни и в какой-то момент наделив звероподобных редков людей человеческой душой. В третьем варианте Создатель непосредственно и непрерывно управлял ходом эволюции. В любой форме эволюционный креационизм находит поддержку в основных христианских течениях, больше всего в католической церкви. Были официальные заключения и высказывания верховных иерархов о том, что теория эволюции совместима с библейским сотворением. От православной церкви официальных заключений не встречал, каждый решает вопрос по-своему, так что есть отдельные лица и православные сообщества, придерживающиеся противоположных взглядов. Также у протестантов нет доминирующего взгляда по творению. У американских протестантов и у корейских, у неопротестантов в целом у них очень отрицательное, очень плохое отношение к теории эволюции. Например, в Южной Корее был президент-протестант Баптист, он прям пытался даже в школе отменить теорию эволюции. Когда я был христианином, то успел примерить на себя как младоземельный креационизм Ховенда и даже агитировать за него, так и принять теистический эволюционизм, как советуют в комментах. Но в последнем случае я увидел ряд противоречий с христианским богословием. Разделим их по пунктам. А ты не изучил христианское богословие, чтобы ряд противоречить? Проблемы символизма, а также грехопадение и искупление. И, наконец, любовь к Богу в свете теории эволюции. Зайдем издалека с проблемой, имеющей отношение к трактовке библейской книги бытия. Сторонники эволюционного креационизма не призывают воспринимать шею из неотворения буквально, утверждая, что дни несут иносказательный смысл. Могут обозначать, допустим, периоды появления вселенной, формирования планеты и развития жизни. Хорошо, принимаем объяснение. Тогда вопрос, с какого момента книгу бытия перестать воспринимать символически и трактовать уже как вроде бы историческую книгу? С того момента, ну как бы там в тексте, в принципе, есть подсказки, где принимать так, где принимать так. В Евангелии, к примеру, где говорится там, что Христос воскрес на третий день, очевидно, что не идет речь о фразе Павла, если не ошибаюсь, что у Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Понятно, что там речь идет именно о днях, о сутках. По книге бытия, которая, если вы посмотрите на события, которые там разворачиваются, буквально в первых десяти главах вы заметите, что временное расстояние между первой и десятой главой там составляет тысячи лет. Там проходит, даже по самому тексту понятно, что там проходят тысячи в ходе этого повествования. В принципе, из самого текста можно понять, насколько щепетильно там относятся к обозначению. Двадцати четырехчасовых суток или нет, или имеется в виду что-то другое. Кроме того, в книге бытия в первой же главе там же сказано, что на четвертый день Бог сотворил разделение, которое определяет день и ночь. Сутки наши, наши привычные нам сутки, Он сотворил на четвертый день. Очевидно, что под словом день там не имеется ни двадцать четырехчасовые сутки, ни день как светлое время суток. Опять же тогда вопрос, если хотите доебаться до слова день, почему там не сутки написано? Если имеется в виду двадцати четырехчасовые сутки, значит там должны быть написаны сутки, а там написано день. Значит, имеется в виду, что Бог сотворил землю в светлое время суток, творил на протяжении шести дней или чего? Как это? По реальными персонажами, настоящими датами и событиями, имеющими место. Хорошо, давайте символически объясним убийство Авеля Каином как воинственные спички между группами древних людей и указания на завистливую природу человека. Потоп как историю о массовых вымираниях, эпизод с Мавилонской башней как указание на гордыню людей и расселение человечества. Но с какого момента вы воспринимаете Библию буквально, будь то рассказ о патриарках Аврааме и Исааке? Ну там, в принципе, из контекста понятно, где буквально, а где нет. На самом деле это не так трудно понять, где конкретно буквально. То есть если Авраам, к примеру, он считается конкретным предком конкретных других исторических персонажей, которые потом впоследствии цитируются как конкретные люди, упоминаются как конкретные люди, то очевидно, что речь идет о конкретном человеке. Павилонская башня, она не упоминается как какое-то конкретное здание нигде последующего. Может, это конкретное здание, может быть, не конкретное. Принципиально, на самом деле, здесь ничего не меняется. Это не настолько важно. Опять же, как говорят наши дорогие библеисты, в Библии сколько там книг, да? Только канонических, стандартно, да, 66. И второканонические. В каждой книге есть свой автор. А бывает и несколько, и даже время написания нельзя датировать одним только веком. Там могли что-то добавить еще через время. Там может быть несколько компонентов. Составить каждую книгу из детских компонентов. И у каждой этой книги есть свой жанр. Например, «Песень, песни». Ну, очевидно, что это не историческая книга. Это что-то иносказательное, что-то нравоучительное. Есть книга Иова, где, в общем-то, вообще не имеет никакого значения, был ли Иов историчен или нет. Она нравоучительная. Она показывает отношение Бога к человеку. Был Иов на самом деле или нет, не имеет никакого значения. А есть, например, книги царств. Это типичные исторические хроники, какими они должны быть, какие они были на протяжении тысяч лет истории в самых разных местах. Есть основания их воспринимать как что-то не историческое? Наверное, нет. Все-таки надо к ним относиться не так, как книги Иова или как песни-песни. Ну, там написаны подробные родословные, вот в этом и фишка. А в книге Бытия все сотворение мира укладывается буквально в один столбик. Чувак, дело вывода очевидное. Просто перечисления, вроде, от Адама родился Сиф, от Сифа Енос, от Енос и Каинан и так далее. Но и с точным указанием на отцовский возраст и годы жизни. Мне нравятся библиисты Фреймон Браун, Мэтсгер, Гатри. Но это в основном все консервативные библиисты. Мне нравятся исследователи того периода и библиисты Крэг Эванс, Ричард Бок. Это крутые ребята. На мой взгляд, опять же. Понятно, что есть и другие. В жизни 912 лет, 815, 895, 962. Причем эти родословные воспроизводят и в других книгах Ветхого и Нового Завета, подчеркивая тем самым буквальную преемственность. Дело выводов. В первых 10-15 главах встретили название... Только там фишка в том, что у этих родословных нету, не везде исполняется принцип от отца к сыну и так далее. Там есть пробелы между этими предками. Регионов, рек, долин, горы, городов и народов. Глядя, насколько дотошно авторы записывали подробности, очень сомневаюсь в символическом восприятии книги. Тогда почему они не написали дотошно сотворение мира? Оно описано очень кратко. Буквально один столбик. Первые читатели и слушатели от начала и до конца понимали описанные события, родословные даты и географию. Вот сотворение человека гораздо более дотошно и подробно описано. Почему? Ну, по всей видимости, потому что это гораздо более важная вещь для автора Библии, чем сотворение животных. В сотворении животных описано буквально две строчки. Произвел бог из воды жизнь водную. Сотворение животных на суше. И произвела земля, живой мир. Две строчки буквально. Хотя животный мир, он очень богат, разнообразен, играет большую роль в нашей жизни. Но почему же авторы Библии такое малое внимание уделили этому вопросу? В то время как по сотворению человека там целая глава. Очевидно потому, что смысл, который пытались авторы заложить в этот текст, заключался не в том, чтобы рассказать подробно все то, что изучают на природоведении в пятом классе. А обозначить какие-то ключевые моменты в истории, вот этой космической истории взаимоотношений человека с Богом. Именно человека, не котов наших любимых, не китов и так далее. А именно человека. Потому что именно про человека там описано больше всего. Там момент его сотворения, история его сотворения, история его грехопадения рассказывается относительно подробно. Буквально, без туманного символизма современных эволюционных креационистов. Потому вижу очень натянутую их попытку... Ну да, мужики тогда рожали, если воспринимать буквально, как предлагает молодой человек. ...взместить теорию эволюции между срок и эпоса Железного века. Это только вступление в проблему, переходим к главной сложности уже богословского характера. Итак, изначально Господь сотворил мир идеальным. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. В прекрасном мире не было смерти. Никаких упоминаний о плотоядности, паразитизме, хищничестве и некрофагии. Сам Бог подчеркивает и гигантскую природу, как животных. Всем зверям, птицам и присмыкающимся дал я зелень травную в пищу. Так и людей. Всякая трава, плод, древесные вам сие в пищу. А потом Адам и Ева ослушались Бога, вкусив плод от дерева познания. И случается грехопадение, первородный грех. Все человечество и мир отныне испорчены. Появляются скорби, болезни, природа выстает против человека, и люди теперь смертны. Через первых людей греховность и смертность, подобный вирусу, независимо от поступков, передаваясь как бы всему человечеству. Мы испорчены уже по факту рождения. Нет, он не планирует вернуть первоначальный порядок. Порядок, который будет в новом мире, он будет другой. Не такой, как в саду Эдемска. Таятность, так что волк и ягненок будут пастись вместе, а лев есть солому. Не будет больше скорбей, болезней и смерти, которые названы последним врагом Христа. Сквозь все христианское вероучение проходят идеи первоначального божьего идеала бессмертии. Затем грехопадение прародителей со сквернением потомков всеобщей смертностью. А потом искупление Христа, возвращающего все к совершенному замыслу, без смерти. Нет, если это был бывший проповедник на полном серьезе, то это был очень плохой проповедник. Потому что на самом деле христианство рассматривает это иначе. Христианство рассматривает человека, который будет в новом мире, который спасется через Христа, на принципиально ином, качественно более высоком, если вообще уместно это слово, более высоком, сравнительное. На совершенно другом уровне. Потому что человек в новом мире, когда этот мир пройдет, он уподобится Христу. Как Христос воскрес из мертвых, так и человек, в теле причем, так и человек воскреснет, как Христос. И опять же, принимая тело и кровь Христа, мы приобщаемся к божественной природе. Как это было в эту фашистскую организацию? У Адама и Евы не было такой возможности приобщиться к божественной природе. Это у нас она есть сейчас. Это качественно другой уровень. Мы буквально проходим процесс обожествления. Понятное дело, что мы не станем такими, как Бог, Бог один, но приобщаемся к божественной природе. Определенным образом через Христа. Это другое состояние, оно гораздо более прокачано на совершенно другом уровне, чем то, что было у Адама и Евы. Потому что если Адам и Ева, они находились в неведении своего положения в каком-то смысле, потому что древо познали добра и зла, означало, что они все-таки еще не знают, что такое зло. Что они не знают, что такое быть без Бога. И поэтому они искусились в этом моменте. Хотя могли выбрать древо жизни и быть с Богом всегда. Но они выбрали путь, который предназумевал, что Бога с ними не будет. Добровольно выбрали. То человек, скажем так, постхристианский, прошедший через христианство, через Христа и благодаря Христу, вознесенный в Царство Небесное. Опять же, расположение человека будет уже в Царство Небесном, а не в Саду Эдемском. Оно другое. Мы уже знаем, что такое зло. Мы уже знаем всю трагедию, через которую прошел наш род человеческий. И при этом добровольно, зная все, мы, наоборот, идем к Богу. Принимаем божественное. Мы становимся наследниками удела в Царство Небесное. Это другое качество. Скажем так, более просвещенное, прокаченное, качественно иное, даже физически. Потому что человек уже не сможет умереть. То есть не будет такой возможности снова выбрать смерть. Потому что мы уже от нее отреклись через Христа. Мы уже сделали выбор от смерти. Мы отреклись от нее. Все. Мы выбрали жизнь. То есть, грубо говоря, тогда человек мог выбрать смерть, сейчас человек выбрал жизнь. Теперь он отрекся от смерти. Как же важнейшие христианские концепции сходятся с теорией эволюции? В хронологии эволюции есть непрерывное наличие смерти задолго до появления. Ну, специализированные сайты с комментариями святых отцов есть, я знаю. Специализированные сайты с библистами, не знаю. У меня монографии стоят на полке. А комментарии святых отцов есть. Можно посмотреть там комментарии на Евангелие Иронима Стридонского, Василия Великого, Иоанна Златоуста и прочее, прочее. ...человека имеется огромное количество ископаемых костей, окаменелости, застывших при естественной мумификации организмов, которые гораздо древнее предков людей. Они несут на себе следы многочисленных травм, полученных в жестокой борьбе за выживание. Точно? А фишка в том, что там, опять же, если следовать писанию из текста, вот прям буквально, как этот молодой человек хочется увидеть, там буквально видно, что в тексте, когда описывается Эдемский сад, имеется в виду какое-то конкретное место. И судя по тому, что это конкретное место выгнало Адама и Еву за свои пределы, и потом его на месте там не оказалось, то есть они куда-то вышли и вернуться обратно уже не могли, это, может быть, даже было другое какое-то измерение. И конкретная локация, и конкретное измерение. Это может означать, что именно там, в саду Эдемском, не было смерти в том греховном смысле, в смысле небытия, о котором мы говорим впоследствии. Что происходило при этом на всей остальной земле, что-то происходило, это же не вся земля была, а садом Эдемский. То есть сад Эдемский был конкретно в каком-то месте. И что? И что? В других местах, что было не сказано. Добрый вечер. Вот, то есть не ясно, что было на всех остальных участках земли. Были болезни, есть следы рака, например, костные опухоли. Я знаю, вы мне отвечали, но напомните, пожалуйста, я так понимаю о том, что Бог создаст новый мир для человека, это из учения КЦ, Апологенов и Бреблистов, тогда это церковное учение, конечно. Это в священном писании и в катехизме написано, в катехизме это все есть. Чей возраст превосходит миллион лет. Смерть во всем многообразии является непрерывным спутником жизни, никак не зависящим от позднего появления человека. Смерть, смотря, что имеется в виду под смертью. То есть животные, которые, в принципе, изначально не были бессмертными, в отличие от человека, у них вообще своя какая-то ситуация, да? А человек бессмертный – существо, которое подобно Богу в том-то и дело. Для него смерть, она означает не столько, мне кажется, даже здесь не столько акцент надо делать на умирании тела, хотя и оно тоже присутствовало после грехопадения, да? Сколько на том, что человек может в контексте вечности умереть. То есть попав в ад, человек умирает для жизни с Богом. Он попадает в небытие, потому что Бог – это чистое бытие. То есть это источник жизни, это источник существования, это вообще, ну, то есть, понятно, зла онтологически, например, не существует, да? Что такое зло? Это небытие, это отсутствие Бога. Это, в том числе, когда мы творим зло, мы совершаем акт, который добровольный акт отказа от Бога. То есть вот мы это можем сделать. Бог позволяет в рамках свободы воли это сделать, отказаться от себя. Вот в этом смысле. И ад – это, скорее всего, не котлы славы какой-то и так далее. И, скорее всего, это что-то наподобие вечного одиночества, ужасающего, страшающего вечного одиночества на дине с самим собой, своими грехами. Тем, что ты всю жизнь жил неправильно, ты все это видишь и переосмыслаешь с невероятной горечью от того, что больше выхода никакого нет. Так будет всю жизнь, всю как вечность, не всю жизнь, а всю вечность. Вот в этом смысле смерть. Вот она, самая ужасающая, вот она смерть. А умирание тела – это уже вторично, потому что Господь, Он может восстановить нам тела. Собственно, так и будет, когда будет воскресение мертвых. Господь нам тела восстановить – это не проблема. Но вот помимо тела, еще и душа, да, она, если попадает в ад, то, в общем, поскольку это чистое, акт чистой воли, что человек попал в ад, результат, ну, совокупный, да, результат того, что он делал на протяжении жизни на земле. Тогда как в библейской истории творения смерти и страдания вошли в мир из-за грехопадения Адама и Евы. Если мы принимаем эволюционный креационизм, то теряет смысл христианской концепции искупления, по которой Бог планирует вернуть жизнь к начальному порядку. Ну, если вся критика в последующем у него исходит из изначально неверной предпосылки, то, в общем и целом, можно особо и не комментировать. Потому что я уже объяснил. Господь не собирается возвращать все в изначальное состояние. То есть вернуть все в изначальное состояние, это значит вернуться снова в некое такое неведение до грехопадения и иметь возможность совершить его снова. Теоретически такое возможно. Ведь по эволюционной хронологии не было никакого порядка с бессмертием. Получается, что в первоначальный замысел Творца сразу входили смерть, испорченность, греховность и страдания. Эволюционный креационизм резко противоречит христианскому богословию с его грехопадением и искуплением. Одна из выдающихся сторон Бога, на которую часто ссылаются, любовь. Бог есть любовь. Ну, сейчас будет опять он пересказывает этот момент, что существует страдание, а Бог есть любовь. Это у нас проблема теодицеи еще, по-моему, в античном мире об этом говорили. Ну как божью любовь совмещать с эволюционной хронологией? Наверное, легко совмещать, пользуясь благами современной цивилизации. Современные санитарии, медицины, поднявшие продолжительность жизни, существенно снизившие детскую смертность, медицины, защитившие нас от некоторых болезней, раньше выкашивающих. Ну, хотелось бы верить, что даже грешники в определенный срок отмотают и попадут в Царство Небесное, но, честно говоря, мало этому предпосылу, как в Священном Писании и в церковном учении. Кроме того, есть же чистилище, которое, в общем, подразумевает, что грешники туда попадают и очищаются впоследствии смертных грехов. Десятки миллионов людей, так что пустили целые регионы, с ежедневным доступом к пище, с технологиями, частично защитившими нас от суровых природных условий, с потрясающим объемом знаний, доступ к которым вы получаете за пару кликов, то, о чем величайшие умы прошлого не могли и мечтать. Легко в таких условиях совместить Божью любовь и теорию эволюции. Но на протяжении сотен миллионов лет ничего этого не было. На протяжении сотен миллионов лет между миллиардами живых существ ежедневно шла борьба за выживание. Как и сейчас, но это не люди. То есть, священное описание, оно дает описание и понимание справедливости, и понимание добра и зла только применительно в отношении человека. И через человека. ...сотни миллионов лет, миллиарды существ испытывали мучительные и продолжительные страдания. Часто смотрю видео о дикой природе и не раз наблюдал, как животные поймали хищники и в течение продолжительного времени, не торопясь, заживо поедают несчастную жертву, которая в редкие мгновения собирается силами и пытается, безуспешно пытаясь вырваться. Есть жертвы паразитов, их годами заживо поедают изнутри, и ничего нельзя с этим сделать. Как раз, когда я делаю озвучку, исследователи описали древних паразитов-наездников, живших в период от 23 до 66 миллионов лет назад. Больные и слабые долго не держатся в таком мире. Планета прошла несколько массовых вымираний, ужасающих катастроф и перемен климата, забравших 99% всех видов, когда-то обе... А еще в Писании про бактерии не сказано, кстати. Вот, бактерии тоже умирают, дружбы там пожирают. ...пытавших на земле. Многие исчезли бесследно, навсегда. И после... Ну и что? Ну, многие виды исчезли. Скорее всего, все виды, которые мы сейчас знаем, они рано или поздно исчезнут. Ну, кроме... Кроме, наверное, симбионтов каких-нибудь, тех, кто смог адаптироваться к человеческой цивилизации. ...при этого, принимай эволюцию. Кто-то говорит, что Бог есть любовь... Это тот самый Бог, что в первой... Когда говорят, что Бог есть любовь, все-таки подразумевается взаимоотношение Бога и человека. Вот как-то так. ...в главе бытия, обозревая свое творение, дает ему оценку хорошо-весьма. Люди, в зависимости от определения этого слова, появились от 40 до 200 тысяч лет назад. Если включить... Но, опять же, то, что в природе существуют хищники, например, его, это может смущать, и он считает, что это ужасно. А кто-то считает хорошо-весьма, смотря как лев там охотится, красивое животное с мощными мышцами, грациозное, которое уничтожает наиболее слабых предстоителей другого вида. Тем самым тот вид очищается от самых слабых, и гены эти слабые, они распространяются дальше, и они продолжают свое существование в этом мире. Тут, опять же, смотря с какой стороны посмотреть, если со стороны эмоционального какого-нибудь слои боя, да, его, конечно, может впечатлить то, что гиена там пожирает заживо животное. Да, это, конечно, выглядит не самым приятным образом, да, это боль и страдание животного и так далее. Но в Библии не на этом акцент сделан, да, в Библии не отрицается страдание в этом мире. Более того, вот сам человек после грехопадения обречен на страдание. В муках рожать будешь детей, например, да, женщине Бога. Мужчина будет хлеб добывать в поте лица, а люди воюют еще между собой. Библия про это тоже сказана. Ну, как бы да, бытие на нашей земле достаточно тяжелое, это правда. Но выход из этого бытия есть, да, это Христос. А касательно животных, ну, ведь это же не люди. На них это все божественный план спасения не распространяется. Может, у него какой-то свой план на них есть, и Господь нам об этом не говорит. Но нас-то касается, то, что касается непосредственно нашего вида, да, и об этом сказано в Священном Писании. ...еще разумных клетках, туда-то можно отодвигать аж до миллиона лет, а то и двух миллионов. Все это время человек и его... Ну, скажем, допустим, у вас в хозяйстве там есть петухи и курицы. У вас растет сын, которому нужно мясо, чтобы расти сильным и здоровым. Вы что, не забьете, если, например, нет альтернативы купить эту курицу на рынке? А Бог вообще нам дал животных пищу. Если вы что, не забьете ради своего сына, человека, петуха какого-нибудь, не подадите его к столу, не сделаете из него суп и жаркое какое-нибудь? Человеческая логика, она такова, что, скорее всего, вы это сделаете. Только не совсем здоровые люди скажут, не, сынок, ты сиди голодай, зато петушок будет жить дальше в предочке, а мы будем его кормить, понимаете? И мы это воспринимаем как норму, мы не считаем преступлением, что мы забиваем петуха или курицу на обед своим детям, да? Мы это воспринимаем нормально. А, кстати говоря, касательно хищников, да, если посмотреть, то, да, животные, хищники и травоядные, они вынуждены, ну, скорее, в таком режиме борьбы постоянно между собой выживать. Если, например, лев или гепард не смогут добыть себе пропитание, а у них очень ограниченное время, да, это сделать, и ограниченные силы, это не как у людей, у которых есть социум, у львов такого нет, у гепардов тоже. Если они не успеют добыть пищу, если у них иссякнут силы, то есть каждой секундой у них все меньше шансов добыть себе пищу у хищников. А от одной туши они могут питаться там очень большое количество времени, там целый прайд может питаться. Если они не успеют, они умынут. И зрелище это довольно-таки печальное, когда большой кошак худой весь, изможденный, умирает. Все, его силы покинули, он уже больше не сможет побежать ни за одной антилопой, он не сможет ее поймать, все, ему конец. И никакой лев, никакой представитель его вида ему не поможет. А вот у людей есть такая взаимопомощь. Да, животные в таком режиме живут. При этом этот режим позволяет выживать сильнейшим и тем самым существовать виду. А животные, они не производят излишков. Они не могут выйти за пределы вот этого ограничения численности, потому что у них нет такого развитого социума, у них нет производства излишков. Все, что они добывают себе, это добывают непосредственно потребление сейчас, чтобы жить дальше. Человек, он остается в себе излишки, у него социум есть, он может продавать, обмениваться и так далее. Что позволяет ему увеличивать свою популяцию. Собственно, ходите, размножайтесь, как Господь сказал, людям. Ну и не надо забывать, что многие животные, они размножились до таких популяций, которые бы в дикой природе никогда бы не размножились благодаря человеку. Многие восстанавливают популяцию благодаря людям, которые создают национальные парки, где животные живут себе, кайфуют под строгим контролем. У них там проблем нет, популяция восстанавливается, вид удается спасти и так далее. То есть даже в этом отношении получается, что Господь вставляет нам некую свободу для того, чтобы преодолеть то, что автор этого видео называет злом в природе, хотя ему нельзя дать такую оценку, добро это или зло. Но для того, чтобы преодолеть этот круг страданий животных, человек может это сделать. Он может о домашних животных, он может создать им какой-нибудь зоопарк, национальный парк, где они будут жить без необходимости выживать в таком режиме. От предшественников наша религия никак не поменяется, потому что Священное Писание говорит о людях. Опять же, неизвестно, кто за предшественников будут. Возможно, они уже знают Христа, возможно, они еще не знают его, и он им не нужен, потому что они грехопадения. Все что угодно. Тут на самом деле очень много разных вариантов, которые могли бы быть. Может, предшественников вообще не существует. У льва есть прайд, но этот прайд охотится на самки. Есть одинокие львы, самцы, которым не остается места в прайде. У них достаточно жестокий социум, если ты можешь так назвать. Из которых крупнее современных. Боролись с суровым климатом, будь то африканское пекло или холод ледникового периода. Боролись друг с другом. Есть свидетельства стыльчиков, убийств и каннибализма. Имеется немало останков древних детей и подростков. Очень многих хватает следов от переломов и болезней. Вы счастливчик, если в те эпохи дотянули до 20 лет. Никакого электричества, света. Так что первопытная ночь воистину темна и полна ужасов. И глядя на всю эту боль человечества, Бог решает вмешаться. Никаких знает, насколько животные осознают все так же, как он. Что ночь темна и полна ужасов. Как-то это все притянуто за уши. Спустя сотни и десятки тысяч лет. Создав Израиль и послав на землю Иисуса ради искупления. Да вы серьезно? Этот Бог есть любовь? Он в лучшем случае смахивает на садиста. Любящий христианский Бог и теории эволюции с естественным отбором. Ну опять же, его рассуждения можно развивать до бесконечности. Получается, что есть нельзя. То есть, окей, допустим, он вообще не будет верить в Бога. Но если он ест мясо, получается он садист. Потому что для мяса, чтобы получить мясо на тарелку, нужно убить животных. И, соответственно, он больше никогда не сможет сказать, что он кого-то любит, что он любящий человек и прочее, потому что он садист. А Бог любит человека, да. Бог очень возлюбил человека. Это, собственно, можно сказать, мы его дети. Несовместимы. Прежде чем перейти к заключению, немного упомяну про миф, который не имеет прямого отношения к теме, но может всплыть при обсуждении. Иногда некоторые церковные служители заявляют о митохондриальной Еве или игре-хромосомном Адаме. Мол, ученые доказали существование... Первый раз об этом услышал некоторые церковные служители, где он таких нашел. ...риблейских Адама и Евы. Так вот, эти исследования не имеют абсолютно никакого отношения к мифологической истории творения. Я не буду сейчас этого разбирать, но оставлю в описании ссылки на разборы мифа от куда более компетентных людей, генетиков и популяризаторов науки. Захотели сослаться на миф или просто интересно, проходите по ссылкам, смотрите и читайте. Итак, я, когда-то являясь христианином, не смог разрешить этих противоречий. И не вижу их разрешения сейчас, уже будучи неверующим. Если говоря об эволюционной хронологии, мы рассуждаем о ней как о естественном процессе, происходящем без контроля сверхъестественной сущности, то этот процесс нехороший и неплохой. Он просто такой, какой есть, сложился так, как сложился. Но подобное объяснение не работает, если вы ставите за естественным отбором творца, декларирующего самую совершенную и чистую любовь к человечеству. Так человечество, чувак, при чем здесь, блядь, умирающие, блядь, и рождающиеся львы там и собаки, если бог про человечество говорит? Говорил бывший проповедник, название музыки найдете в описании под видео, там же пройдя по ссылкам можете поддержать автора на патреоне или через другие ресурсы по ссылкам в описании. Аминь. Так, окей.